Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю компанию «Бетехагро». Создана компания в 2004 году. Находимся в Тимошевске. Это примерно общий фонд нашего предприятия. Линия порвозливого, дающая представление о производстве ферментёров. Преимущества препаратов на основе полезных микроорганизмов я, наверное, в большинстве не буду останавливаться, потому что, в общем-то, наверное, все знают. Один из факторов – это не вызывает привыкание препаратов вредных микроорганизмов. Это очень важное свойство для препаратов. Одно из важных. Прорезводим, какие мы препараты. Это препараты фендицидные, микробиологические удобрения, это Бетехагро, 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 Геистим, ФИТ, в разных марках они подразделены на обработку семян. Там зерновых, бобовых, подсолнечника, то есть в данном случае на проживные остатки разделены, то есть, ну и плюс сопутствующие товары. Значит, что касается подсолнечника, схема применения на подсолнечнике, я кратко остановлюсь, значит, мы активно и уже много лет работаем с Институтом масличной культуры в виде пустовой, это у нас различные варианты, так сказать, применения биопрепаратов, разные схемы. Ну вот, как бы, то, что предлагаем, БСК-3, это 3 литра на тона, это там 3 штамма у нас, там 3-хатерма, бацилюсуптилис и псевдомонада. Вот, плюс есть инфиджи 2 литра, это ассоциативные микроорганизмы, аспирилиум, мегатериум, хитомиум, хитомиум это штамм с микроризными свойствами, то есть, вот, очень хорошо, то есть усвоение азота и перевод фосфора и калия в доступное состояние. Первая обработка, то есть обработка семян, и, как бы, вы видите стоимость этой обработки, так сказать, в рублях. Обработка следующей опары, это кондитерский подсолнечник, я на нем застрял внимание, на нем сложнее, как бы, скажем так, сложнее его защищать, чем обычный гибридный подсолнечник, потому что там, как правило, или не работает, или минимально работает, скажем так. То есть, это в 2-3 пары листья, это гейстимфит марки В, в данном случае, 3 литра, плюс гейстимфит Ж, ну и плюс гумаллипс, то есть, вот такая. И на стадии начала образования перстинки, это опять гейстимфит марки В, это БФТИМ, вот, также бормолептен и пролер, это адювант, который способствует новой заятой, то есть, это прилипатель, растекатель, проникновитель, то есть, как бы, с учетом того, что беопрепараты у нас, в общем-то, они контактные действия, поэтому это способствует повышению эффективности препаратов. Ну и по мере, так сказать, если есть необходимость, это обработка против сухой гнили, я хочу сказать, что, в общем-то, в отдельные годы, это доставляет, в общем-то, много неприятностей и большая потеря урожая, то есть, там, сапрофитный гриппризопус, который, ну, по которому химические препараты, в данном случае, фенгициды, они вообще не работают, то есть, сапрофитный, то есть, он работает на отмершей ткани, и, как правило, на подсолнечнике он появляется, когда, к концу цветения, когда уже появляются на подсолнечнике некрозы, и он начинает развиваться, и потом поражает, так сказать, корзинку и так далее, особенно, если она повреждена в родителях, ну, в частности, с сухой той же. Вот, ну и плюс инситив, это инсектицидная часть, то есть, по чешуе крылом, первый, третий его возраст, тут та же суха, то есть, ну, и мы можем работать в период цветения, если есть необходимость, то есть, мы в данном случае, так сказать, не затрагиваем, скажем, жизнедеятельность ученых. Значит, это такие конкретные примеры, вот, по прошлому году, так обнеидим у нас, ну, вы видите, что в стандарте там вообще ничего, в общем-то, никаких обработок не было, здесь у нас есть имфит, плюс гельюст, ну, то есть, как бы, по полной программе мы специально сделали, ну, урожайность, видите, как видите, неплохая, 30 раз в гектаре, 37,9, и, естественно, ну, затраты, естественно, мы положили сюда, так как на стандарте их не было. Значит, смотрите, это внеидим, ну, разные варианты нам, это одни из лучших, которые мы, ну, для того, чтобы мы проводим испытания там, чтобы выбрать наиболее лучшие варианты. То есть, это обработка семян гельстинфа фитмарки Е5 литров, затем 2-3 пары гельстинф фитмарки Б в бутонизацию. Также еще одна обработка, значит, урожайность, как видите, на 2,4 центера, так сказать, выше 35,6. То есть, на подсолнечник это очень значительно, в общем-то, подсолнечник идет, так сказать, прибавка, в общем-то, считается от 0,8 центера. Ну, и, естественно, затраты, это полные затраты, как видите, ну, почти на 8 тысяч это дешевле. То есть, это очень немаловажно, как мы говорим, что даже про одинаковые урожайности, как бы, в любом случае, так сказать, вы выиграете в затратах. Значит, я хочу обратить внимание, вот гельстинф фитмарка Ж, это ассоциативные микроорганизмы, я говорил, и в прошлом году, так сказать, у фирмы Агрокомплекс были такие испытания на подсолнечнике различных препаратов, в том числе гельстинфит Ж. Как видите, один из самых высоких, в общем-то, урожай получен с его применением. То есть, в сравнении, вот, с различными препаратами, это именно на подсолнечнике. Следующий момент, это соя, значит, как правило, это гельстинфит марка Г, здесь бродилизобин, кстати, несколько видов бродилизобин, это 8-10 литров, здесь включается и инокулянт, и фунгицидная часть, и стимулирующая, то есть сюда не надо ничего добавлять, ни максимов, ни других препаратов, ни, так сказать, минерального питания и так далее. То есть, великолепно работает, с учетом того, что у нас несколько штаммов там бродилизобин, они, как бы, дополняют друг друга, и, как правило, всегда, так сказать, с образованием крупняков проблем не имеется. И потом одна обработка, вот, в цветении, есть стимфит марки Б, плюс гумел люкс, вот, как бы, это обработка. И против паутиного клеща и хлопка первого третьего возраста, хлопка усолки, это, как бы, инситив, ну, великолепно работает, хочу сказать, что дальше я, наверное, покажу, ну, это вот по клубенькам, как бы, видно, да, с различными. Это вот мы делаем, ну, различные смытания в унике в дереве, и, как бы, выкапываем растения, отделяем эти клубеньки, взвешиваем, и смотрим, какой из инокулянтов лучше работает и так далее. То есть, такая скрупулезная работа, ну, вот мы ее проводим. Ну, а это вот разница там, где контроля-то, то есть, не было инокулянтов, и в опыте, то есть, разница вот в этом самом. Значит, по гейстиму Фидже, видите, как бы, это вот в Лобинском районе, то есть, разных зонах, тут променяли ультрамах, бор, кальций, здесь гейстим Фидже. Здесь, видите, затраты, то есть, урожайность одинаковая, ну, затраты, как бы, лучше, это в одном, в Лобинском районе. Вот в Новоберезанске, в Кореновском районе, здесь та же схема, но урожайность на 0,8 центнеров выше, затраты те же, то есть, эффективность, я имею в виду, вот этого препарата. И в Новоберезанске второе поле, то точно так, здесь две обработки гейстим Фидже. Здесь сделали две обработки, уже, так сказать, урожайность выше на 1,3 центнера с гектара. Ну, и, естественно, затраты здесь, из-за того, что мы одну обработку добавили, чуть выше. Значит, ну, это соя Спарта, Завомин, Шевченко, Тбилисский район, тоже здесь вот гейстим Фидже полностью, семена обрабатывали, плюс инситив, урожайность на 1,3 центнера выше, ну, и затраты на 4 тысячи рублей ниже, как вы можете увидеть, да? То есть, вот в стандарте какие препараты, это объективные данные, те, которые были. Значит, и в Лобинском районе, здесь я хочу обратить внимание, что это инсектицидная часть, видите, это амортус, вот, против, ну, а корицы, да, химический, а у нас гейстим и моллюкс, то есть, как бы, смотрите, урожайность на 1,6 центнера ниже, и затраты на 1200 рублей ниже. То есть, ну, что касается по паутиному клещу, и младшему взрослому Соке работает великолепно препарат, ну, и вот, там, ну, есть подтверждение. А это вот, то, что я говорил по паутиному клещу, это почти на 5 тысячах гектар, это прогресс на Лобинский район, это променение инсетива против паутиного клеща, хочу обратить внимание на количество, вот, клеща до 200, там, штук на листе, да, то есть, очень высокая численность этот самый, ну, и смотрите, какая урожайность, значит, ну, после обработки, как бы, значительно, да, оставался там 3, 4, 5, ну, разных досок, ну, и урожайность, если на контроле, там, где обработок не было, 7 центеров, а там, вот, как бы, и 24, 28 и так далее, ну, по полям по-разному. Это, я, что касается эффективности инсетива. В прошлом году впервые мы работали по льну, то есть, до этого нам не приходилось, так сказать, работать, ну, вот, как бы, такая схема по обработке, ну, начиная от обработки семян, дальше в фазу ёлочки у нас БСК идёт, обработка с гейстимом Ж, и в фазу метонизации это гейстимфит, ну, и если есть необходимость против вредителей, значит, работаем препаратом инсетим. И, как бы, смотрите, по, ну, лён это по пустовой, то по институту, с гейстимом ФИДЖ, как бы, сравнили бейстим, ультрамах, ультрамах, цинк, бор и так далее. Урожайность, наверное, 0,5 центера выше и затраты на 700 рублей ниже. Я опять, как бы, возвращаюсь к гейстиму, с учётом того, что у нас и по удобрениям цены взвесили, то есть, это, ну, как бы, дополняет это дело. Это вот следующее тоже, то же самое, видите, как бы, повторяется, да. Это вот разница, где работали семена льна, значит, ну, вот по масличным так, это уже, так сказать, пшеница, если, можете, да, это начиная с весны. В принципе, всё, если есть вопросы, пожалуйста, постараемся. Сергей Борисович, вот, скажите, ваша компания не зависит от зарубежных поставок, потому что сейчас многих волнует вот эта составляющая? Нет, компоненты для питательных средств у нас российские, а в остальном всё, так сказать, отечественного производства, скажем так. Штаммы микроорганизмов, ну, есть у нас собственная большая, большой музей уже различных штаммов. Ну, плюс, так сказать, есть всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов, откуда мы, так сказать, покупаем, исследуем в лаборатории, потом совместно с институтами, а потом уже идёт на регистрацию препарата. Ну, и сейчас готовим один препарат инсектицидный и один фунгицидный, готовим документы на регистрацию. В том числе один фунгицидный, ну, так, сейчас серьёзная проблема, допустим, по бактериозам на сою, подсолнечники и так далее, мы работая с неимком, они, ну, в общем-то, даже просили, ну, зарегистрировали препарат, ну, с учётом нашей работы, то есть эффектренность высокая, в пределах 80-85% бактериоза, поэтому работаем всё в этом направлении. А название уже есть у кого-то? Ну, там будет инсетим плюс, и БФТ, и там ещё, в общем, в стадии, так сказать, обсуждения. То есть препараты, как бы остается, просто добавляем ещё одно слово, для того, чтобы, ну, не путаться. А вот есть вопросы ещё к Сергею Борисовичу? Если нет, то... А где можно приобретать? Приобретать в Тимошевске. По Ростовской области? По Ростовской области, ну, если надо, мы доставляем, то есть, как бы, транспортными компаниями. А вообще, ну, необходимы определённые условия для хранения препаратов. То есть, по регистрации вы можете хранить 20 дней в обычном складе, а не на солнце. Вот в обычном складе вы можете хранить 20 дней. А у нас они хранятся при температуре плюс 2-4 градуса, и, как бы, там, в различные сроки. И полгода, и год, и три, ну, как по регистрации. Как правило, срок хранения при этих температурах очень высокий. Если в хозяйстве есть подвалы, холодильники, то там проще. Поэтому мы только предприятия, в общем-то, реализуем. Хотя я хочу сказать, что мы поставляем, допустим, и Проморский край, Кемерская область, Казахстан, ну, Чехия до последнего времени была. Фасовка какая? Фасовка 10-литровая, конечно. Все жидкие в городе? Жидкие, да, мы считаем, и как бы это подтверждено практикой, что жидкие препараты эффективны. То есть у нас культуральная жидкость, масса метаболитов, здесь ранее об этом говорили, что есть антибиоты, какие-то биологические активные вещества и так далее. То есть, ну, они как бы сразу работают в сравнении с сухими препаратами, которым, ну, нужны условия, так сказать, более полувлажности там, для того, чтобы прорасти и как бы работать, ну, в споре. Поэтому, а, ну, если так вот, многие задают вопрос, а как работает, допустим, на листе препарат, как-то может спора прорасти и прочее, прожареет и так далее. Я хочу сказать, что в первую очередь в данном случае работают антибиотики, которые, как бы, душат, так сказать, патогенную микрофлору, а дальше уже, как бы, так сказать, ну, росы, да, ночные температуры, как бы, эти самые. То есть там начинают прорастать споры и так же работают. Сергей Викторович, а какие лаборатории могут подтвердить диктор? Ну, я, так скажем, не скажу, какие лаборатории. Ну, как правило, независимых лабораторий, вот сколько мы, как бы, сталкиваемся, да, их, ну, отправляют или в Москву или в Питер, да, то есть, как бы, это самое. А аккредитованных, независимых, как правило, у нас, ну, вроде говорят, сейчас в НИБЗР, Институт Белорусской защиты России, вроде получил, ну, как бы, аккредитовался, но я пока точно не могу сказать. Ну, а в принципе... У нас, ну, да, нам, я хочу сказать, что у нас лаборатория, где-то 700 квадратных метров, и микробиологи, в первую очередь, основная задача, в первую очередь, выпустить качественный препарат. То есть, на каждого ферментера обязательно берется отбор, и если там не соответствует, так сказать, параметрам, титра или так далее, то просто выливается в канализацию, на фасовку не идет. Нам это абсолютно не надо, потому что, ну, просто у нас хватает много проблем других. То есть, в настоящее время на Литке появился ряд предприятий по производству, скажем так, препаратов, которые, мягко скажем, не выдерживают никакой критики в отношении качества препаратов. Хорошо, если это, так сказать, вода, и нету там никакой грязи, я имею в виду микробиологической, часто бывает так, что мы можем даже наградить. Поэтому, если производственник попробовал, у него ничего не получилось, биология, она не так продвигается, как там химические препараты, все на них сидят. А если еще здесь будут некачественные препараты, он не получит производственные результаты, то там за какие деньги его не заставишь променять эти препараты. Поэтому мы где-то в пределах, ну, по прошлому году, около 700 тысяч гектар, мы уже обработаны по селу разных культур, ну, в большей степени полевых, конечно, зимой пшеницы, ну, мы работаем и в теплицах, закрытые грунты, и открытые грунты, сады, виноградники, мы здесь плотно работаем с научными институтами, ну, институт садоводства виноградов, институт биологической защиты, в общем, более 20 учреждений, с которыми мы, так сказать, у нас есть договора, где они проверяют наши препараты, ну, то есть, как бы, исследуем мы различные штаммы, составы и так далее. Ну, то есть, если у кого интерес, то можно даже поинтересоваться предприятиями, которые работают с вами, и напрямую у них узнать эффект применения того или иного биологического метода. Продолжение следует... Продолжение следует...